Так, синий получается Т, зеленый, Распадская. Еще? Распадская. Да! Ножа два раза по прямой. Да! В футболе бывают и такие случаи, когда финалистов определяет брошенная монетка. В полуфинале Кубка у Темпа и Распадской все показатели были одинаковые. Согласно регламенту, в таком случае вынуждены бросить монетку. Так, Темп и попал в финал Кубка Сибири, где встречался с Бурятией. Монража не было, все настроены были, все понимали, что мы перед валельщиками, перед самим собой задолжали. Перед началом Сиздона Темп ставил перед собой задачу максимальное количество кубков забрать к себе на полку. Однако, футбол-спорт нелегкий и нередко непредсказуемый. В чемпионате седьмое место, ранний вылет из Кубка России. И теперь на очереди Кубок Сибири, трофей, который перекрыл все эмоциональные расстройства болельщиков. Они, в свою очередь, большой армией поддерживали темп. Темп! Давай, давай! Темп! Давай, давай! Добедим и побеждай! Темп! Первый тайм для барнаульцев ничем хорошим не маячил. Бурятия владела инициативой, постоянно давила на защиту номинальных гостей и практически не давала темпу возможностей атаковать. За первый тайм у барнаульцев ноль ударов поворотом в створ. А вот во вторые 45 минут темп начал показывать свой футбол. Раз за разом грузили мяч в штрафную Бурятов. На табло – ноль-ноль. И когда уже болельщики готовились к дополнительному времени или серии пенальти, из-за кулисья вышел нападающий темпа Никита Гречников. Никита Гнязев. Гречников, а почему здесь никого нет? Защитник Бурятия, и Гречников бежит вперед. Его догоняет соперник. Гречников разворачивается. Прокидывает Никита Гречников. Нужно бить поворотом. И это гол! Гол забивает футбольный клуб темп. Это происходит на 92-й минуте матча. Меньше, чем за минуту до финального свистка темп забивает и выигрывает этот сложнейший поединок. И поднимает Кубок Сибири над головой. Соперник, конечно, непростой был. Играли, в принципе, плюс-минус на равных. Обоюдная борьба была, игра. Мы просто в конце дожали, больше хотели, наверное. Играли две равные команды. Наверное, игры комбинационной не так много было. Это финал. И здесь была битва психологии. То есть, кто психологически будет готов к этому матчу. Кто как использует свои немногочисленные моменты. Вот такой праздник футбола получился в Красноярске. Темп с хорошим настроением вернулся в Барнаул. И в следующем сезоне попробует взять уже не одно золото. Дмитрий Дроздов. День с толком.